У вас после этих вот... Какие изменения произошли после последнего семинара? Ну, во-первых, до семинара, значит, моя дочка открыла, значит, лекции о Атавове. И вот, и потом дальше стали искать то, что было в этом. И я стала уже потихоньку... Атавову там можно было зверобою. Мы собирали, настаивали масло. Но масло было готово через 21 день. Вот, во всяком разе, у меня полностью гармония... Полностью гармония... После первого... Вот я приехала на два дня. После первого дня я приехала одним человеком. Я вышла после первого дня совершенно другим человеком. Взирая на то, что я же не местная, и у людей останавливалась. Вот, понимаете, успокоение и вот гармонизация, душевное спокойствие. Голова вот свежая, понимаете, и энергия. Вот такой поток, посыл вот такой был энергии, что я просто... Я была готова горы свернуть. Хотя пришла совершенно... Вот полно на нуле. Но вы пришли из-за здоровья пришли. Я пришла, да. Потому что я, наверное, единственная пенсионерка. Вот в группе, да. А эти останки-то моложе, конечно. У них по-другому организм реагирует. И вот мы сделали дом. Мы собирали много чего. Мы собирали вот это самое. Но это был для меня толчок. Это просто... Ну... Это была как живая вода. Вот если сравнить... Вот мёртвая была, а эта живая. А вот как крапели меня с ног до головы. И я очень благодарна этому человеку. Благодарна вам, Наташа. Ну и благодарна высшим силам, творцу. Потому что это случайность. Кто написал Франц? Случайность – это обседание Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем. Случайности не бывает. Настроение совершенно другое, да. Желание работать, желание делать. Потому что я музыкант, человек очень эмоциональный. И они... Понимаете, насколько... Насколько трава это действительно обладает... Я много... У меня была больница. Берцалка – это страшное дело. Не дай Бог никому. И когда я принимала эти препараты, только одна капельница – всё. Глаза уходили туда, зрение полностью пропадало. Я просто была очень... Понимаете? А здесь... А здесь совершенно... Конечно, это не... Это... Я понимаю, что трава... Это... Конечно, это как-то сиюминутное действие. Это уже когда человек на грани. А это... Это именно постепенно, постепенно оно гармонизирует организм и приводит там, где... Там, где надо, оно даст. Там, где не надо, оно снимет. Но, в общем-то, приводит в гармонию. И человек совершенно возрождается к... Возрождается совершенно к этой жизни. Радость получает. Понимаете? Человек вселил... Даже, может, без приёма. Вот я же приехала, да? Я же ничего не принимала. А вот я вышла обновлённая. Это дорогого стоит. Вот. Я бы хотела, конечно, чтобы люди... Люди верили этому. Даже я была в институте, в университете у себя. Спрашивала там про травы. Нет. Ой, зачем вам? Так вы же аптеки купите. Зачем вам собирать, знать? Зачем? Вы пошли, купили. Я говорю, нет, вы знаете. Зная то, что я знаю, то, что мне дала Ирина Викторовна Умова, у меня уже просто не повернётся ни нога, ни рука пойти в аптеку и взять это, извините за выражение, сено. Я уже понимаю, что это совершенно не то. Как тот цикорий, который люди покупали, или мы раньше покупали, да? И заваривают, и думают, что это польза. А это кроме вреда, ну, это не ядно, но это и не польза. Я очень вам благодарна всем. Это нужно и для Беларуси, я считаю, потому что у нас очень много аптек и очень много больных людей. От этого не уменьшилось количество больных людей. От того, что много аптек, много лекарств, много рекламы идёт по телевидению, по каналам, да? А толку-то, а возыны не там. Поэтому это благое дело, и этот человек, дай Бог ему здоровья, и вам за то, что вы всё-таки нашли. Это действительно, это уникальная личность, это уникальные растения, которые собраны, собраны по правилам, собраны в определённое время, с душой. Понимаете, это дорогого стоит. Я очень благодарна. И низкий, низкий поклон. Но вы сейчас сами собирать травы планируете? Конечно, конечно. Лога – это всё. Уже ухожу, и я уже смотрю, что уже, понимаете, потому что я же на первой не была на первой лекции. А сейчас я смотрю, где сокарь растёт. Уже ж так примериваюсь, потому что на следующий год это самое надо же будет это всё делать. Ещё корни, может, выкопаю. А так нормально, намного лучше. Потому что у меня же, что я мерцала, как забирают у нас скорой. А так уже то, 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 это уже как-то держусь. Главное, что вот дух перевечён. Поэтому я уже даже была с давлением 180, но я имбиря не деся. Надо очень имбиря, имбиря на чай. Наташа низкое давление, ей было нормально. А я два дня попила, я чувствую, что 180. Мне этого делать нельзя. Значит, это не мои. То есть, правильно, надо малыми дозами, тем более в таком возрасте, понемножку. Понемножку, но регулярно. Огромное вам спасибо. И дай Бог вам всем здоровья и низкий вам поколом. Спасибо.